ДАНЫ БОЛЬШЕ НЕТ Очень приятно. Девушка этого испуганного окуня. Пока вы тут шутки шутите, твоего муженька пакует спецназ. Это что, получается, та про Фурадана нам не врала? Стой! Стой, зараза, кому сказала! Что? Если я тебя сломлю, я твоим рожпилем огород вскопаю! Ну что, надо выбивать из нее признание. Не дергайся! Обратиться к специалистам? Девочки, дайте мне пять минут, и она во всем признается. Ты что, хочешь чистосердечное написать? Да. Пиши. Ёханый Бабай! Траченко, за ним! Иди, скажи, что пошутили. Максимка, любимый, спускайся! Говоришь, девушка цветочек? А цветочек-то? С пестиком! Арина! Ой, хлопцы, насобирали вы бед на две жизни. Теперь с вами в Киеве будут разбираться. Просю! Мама, напиши ты мне на зону. Напиши, как солнышко встает. Напиши, как еду я до дому. И как самогоночка течет. Минуточку! Я, конечно, извиняюсь, но что здесь происходит? Сейчас он им задаст. Суровый мужик! Повязали моих людей на моей территории, без моего разрешения. Эти действия не ваши юриспру... Юриспру... Короче, не ваши, ясно? Если ты сейчас не уберешь свой сапог с моего авто, я тебе его в ухо запихну. А завтра приеду из Киева и сниму твои погоны. Не подумайте, что я против. Но мне просто интересно, за какие сяськи-масяськи вы их повязали. У тебя под боком целая банда фальшивомонетчиков орудует. А ты и в ус не дуешь. Фальшивомо... Ах ты ж! А они у меня давно под подозрением были. Такой дом, машина дорогая. В магазин каждый день ходят. У меня просто не было доказательств. Ух ты ж, жуки! А вы молодцы! Служу нашему народу! Толя! Вася! Толя! Вася! Толя! Вася! Девочки, дайте мне пять минут, и она во всем признается. Даже три. У нее нога тонкая. Это же шутка, да? Я до последнего надеялась, что это шутка. Так, можно это поводит у меня? А вы нас здесь подождите и вот возьми, пожалуйста, смартфон. Смотри, открываешь приложение диктофон, нажимаешь вот на красную кнопочку, начнется запись. На тот случай, если она подкупать начнет или признаваться. Понятно? Пойдем быстрее. Пошли. Пилой было бы надежнее. Ярик! Прекращай этот цирк. Яма нам больше не нужна. Ваня! Вань, ты шо, дурачок, а? Все, теперь никто не поможет. Хватит ныть. Мы ни в чем не виноваты, и мы докажем это. Бежать надо. План такой. Я сейчас сыграю сердечный приступ. Не кривю морду, сейчас сыграю как боженька. Отставить разговоры. Ой, сердце! Сердце слева. Сердце слева. Ой, ой, плохо мне. Спасайте! Что там у вас? Очень плохо. Батя, плохо. Ой, задыхаюсь. В глазах темнеет. Вижу тоннель и свет. Апостол Петр, прими мою душу и покорай меня строго. Воздух! 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 Пукалки на землю! Я дурной выстрелю! Пукалки! Всем сидеть! Бежим! Бегом! Дорошенко, прости. Сидеть всем! Я дурак! Стоять! Стоять! Не сменяемся! Да! Э-э-э! Подожди! Так нельзя! Слышал, что Маша говорила? А еще я слышал, что Маша говорила, что нам надо эту раскрашенную доску раскрутить. А наш участковый может раскрутить только позвоночник на турнике. Придется самим все делать. Что, снова копать? Я в сериале видел, что если надо кого-то раскрутить, надо играть хорошего и плохого полицейского. Ты будешь хорошим, я буду плохим. А чего я хорошим? Понятно. Я рослал. О, а я рассказывал, как мой дядя поехал в Киев и в караоке пел. И выиграл, представляешь, вот эту замечательную кепочку. Скажи классная. Красная? Хе-хе-хе-хе. Я ее любил. Она меня бросила. Я тебя как другу. Я говорю, просто это, ты меня понимаешь. Это только тебе. Это между нами, это секрет на век. Предлагаю выпить за тех дам, которые говорят дам. Хе-хе-хе. Дамам первым. Ярик, сюда. Ты что делаешь? Ну а что, я не могу так быстро подружиться? Мне надо узнать человека. Вообще пообщаться с ним. Ярик, иди прогуляйся. Мне надо поговорить кое с кем. Подождите. Подождите. Стойте. Все. Все. Я больше не могу. Если до этого бывать ситуация, капсда, то сейчас капсда в квадрате. У тебя есть идея. Лучше. Что ж ты раньше молчал, а? Хоть бы ключик от наручников стырил, чем сейчас критиковать. Что это? Сейчас. А дальше что? Если уже начали бежать, нужно бежать. Стойте. Я больше не могу. Поддельные документы. Нападение на полицейского. Побег потянет лет на 15 строгого режима. Начинай с левой ноги. Я ее уже ломала, тебе будет легче. И вдоль до пятки. Ты думаешь, я блефую? Я не блефую. Я тебя зарежу, порубаю и в банки закатаю. Ты шо делаешь? Ты знаешь, как я давно этого хотела. Наконец-то мы с тобой остались одни. Ваня, ты мужчина, о котором я всегда мечтала. Понимаешь, в городе одни хипстеры и раскрашенные бисексуалы, а мне нужен настоящий, сильный, в дырявых трусах и без расчески для бороды. И если это единственный способ к тебе прикоснуться, тогда орешь. Давай. Петрович! Петрович, дело есть. Приемные дни со вторника по четверг и то, если нет праздника, базара, футбола или у меня настроение. А мы к вам не на консультацию, у нас мужей арестовали. Да. Эта Дана их подставила, как будто бы они печатают фальшивые деньги. Да. Да ты шо, быть не может. И где они? Их арестовали и везут в Киев. Наверное, уже повезли. По протоколу. Эх, жалко, шо меня там не было. Я бы этого не допустил. Я б землю грыз, но отбил бы наших мужиков. Сочувствую. Так, Машенька, не плакать. Не писай в муку, не поднимай пылюку. Слушай, Петрович, ты понимаешь, шо они не виноваты? Шо это, это чупака брасеньковская. Это затрыбанка голозатая. Это как ее Дана. Вот. А-а. Если мы докажем, шо это Дана их подставила, наши мальчика его отпустят. А тебя, может, даже наградят? Звездочку какую-то новую на погон наклеят. Их-то знает, может, сам президент тебе позвонит. Хе-хе. Я шо лысый, шо мне... Без нее он звонил. Хе-хе. Хотя, конечно, было бы приятно. А тут и сама судьба намекает. Ну шо, идем? Угу. Судьба! Пистолет возьми! Ё-моё! Пошли, Машенька. Ой, Петрович. Ванюша! А что случилось? Это дьявол, а не женщина. Это черт на самокате. Ведьма. Она меня заворожила. Я даже не понял, что произошло. Давай. Сейчас узнаем. У тебя такие нежные руки. Подожди, остался один узелок. Пардон. А где Дана? Нет больше Даны. Да, Ваня? Ваня. Зачем? А вы только сдружились. Ярик, ты шо, дурачок? Она сбежала. Так, надо срочно ловить эту скотину. Иван, давай. О, давай. Так, куда она побежала? Туда. Давай, соображай быстрее. Туда. Здрасте. Жива. Так это хорошая новость или плохая? Конечно, хорошая. Так, нужно отнести ее ко мне домой. Максимка, я, конечно, не каждый день убегаю от СБУ, но, по-моему, это чуть-чуть очень плохая идея возвращаться туда, где нас повязали. Слушай, я тоже не каждый день убегаю от СБУ. Ну, просто доверься мне. Ты знаешь, как-то намного легче вериться, когда накануне твоя пятая точка. Где Назар? Назар! Иди сюда, дубина! Стой! Это же, как у Лебелки. Она пошла. Туда. Понятно. Ну, мы или туда. Подождите. Я не могу так быстро. Пожалуйста. Блин. Я не могу, у меня же жжога. Эй, пацан! Я? Ты не видел тут трех мужчин в наручниках? Толстого, худого и еще один. Странный такой. Женская любит одеваться. А почему не видел? Видел, видел. И толстого, и странного тоже видел. А они побежали туда. Товарищ полковник, были замечены трое. По нашим подозреваемым, они побежали к дому Бондаренко. Так это, кажется, туда. Так, надо как-то ее разбудить. Ну, все. Вам точно капец. Юрик! Ваня! Ваня чуть кирпича не наложил. Бежим обратно там, болото. Ну, все. Дело раскрыто. Я домой. В смысле домой? Ну, преступная группировка, подделка валюты, сопротивление полиции, а еще и побег. Ну, 7 лет на 40 набежит. Так что, увидитесь на пенсии. Хотя, сейчас такая пенсия, что ему на зоне будет лучше. Толик! Ты с какой березы свалился, а? Они не виноваты. Какой в копчик 40 лет? Деньги нашли, значит, их кто-то сделал. Откуда они взялись? Божья благодать, за это должен кто-то отвечать. Но если это единственный способ... Макс! Куда она? Максимку спасать. А вы давайте ищите эту гадюку. Машенька, подожди, я знаю короткую дорогу. Девчонки, подождите, я знаю еще короче дорогу. Я знаю короче, чем короткая дорога. Эй! Псс! Вы куда? Синьковка там. Сейчас, когда внутрое решение... Ой, господи! Подожди! Если я раньше боялась, что после тюрьмы вы будете мне мстить, то теперь не волнуйтесь. Вы из нее больше никогда не выйдете. Думаешь, что выиграла? Да даже если меня посадят, суд все равно по поводу фермы состоится. У адвокатов есть соответствующие документы и доверенность от меня. Так что и тебе, и твоему банкиру тоже к тюрьму не избежать. О какой тюрьме ты вообще говоришь, если судья, который будет вести это дело, он с нами в доле. Я и деньги подкинула, и судью подмазала. Я все продумала идеально. Так что у тебя никаких шансов. Выходите с поднятыми руками, пожалуйста. Дом окружен. А это мое спасение и ваше. Отпустите меня, пожалуйста. У меня же семья. Ну что, добегались? Назар, я был плохим отцом. Я не научил тебя, всему же знал. Ничего страшного, батя. Я тоже скоро научусь ходить в одной майке, не снимая целый месяц. Стойте, стойте, подождите. Остановитесь, пожалуйста. Они ничего не сделали. Это я во всем виновата. Тебе что, ветка щепанула, пока мы бежали сюда? Помнишь, нам участковый сказал, что если они найдут еще одного подозреваемого, то наших отпустят. Маш, что за бред? Не слушайте ее, это я во всем виноват. Не слушайте его, а это я. Я придумала напечатать деньги. Я просто очень хотела бизнес. Хотела малюсенький салон в селе. А еще любая не сказала, что вы деньги печатаете, а я и подумала, что может действительно напечатать. Да вообще некого вязать. А теперь непонятно, кого брать. Макс, Макс, они тебе за побег дадут условно. И ты что-нибудь придумаешь, ты меня вытащишь, а я тебя не смогу. Эх, Арина. Товарищ полковник, в салоне найдены деньги. Так вот, для чего ты в салон приходил, а? Курва ты нестриженная! Девочки, скажите, где у вас тут курят? Маш, я до этого момента не знал, насколько сильно я тебя люблю. Макс, я тебя тоже очень люблю. И очень надеюсь, что в тюрьме есть ортопедический матрас и маникюрный кабинет. Потом у Дана узнаешь. Поквати их. Подождите, мальчики. Ну, кого вы собрались паковать? Этого святого человека. Да, она в магазине пять копеек будет должна, всегда занесет. Так. Ну, мальчики, ну, может, как-то сядем, поговорим по-человечески, а? Бабушка, отойдите. Что? Машенька, какая я тебе бабушка, а? Так, не доводите меня до греха. Мне уже на сегодня хватит. Так, бабуля, успокойтесь, а то я вас сейчас успокою. Было бы у меня полотенце, я бы тебе показала привет из Будапешта, плагианчик. Так, все, все, стою. Подожди, не спеши одевать на нее наручники. Сначала посмотрите вон туда. Камеру видеонаблюдения. Установил еще, когда Маша была беременна. Ты же сказал, что ты все их снял. Ну, снял, но не все. Я извиняюсь, а что, она все это время писала? Да. Я извиняюсь, и что, она потом покажет, кто на неделе-то через забор вам ночью джурил? Да. Я извиняюсь. Вася! А какой тюрьме ты говоришь, если судья, который будет вести дело с нами в доле? Я все продумала идеально. И деньги подкинула, и судью подмазала. Так что у тебя никаких шансов. Ну и слава Богу. Это ничего не значит. Они меня заставили это сказать. Они меня украли. Ну, во-первых, еще все надо проверить. А во-вторых, Дана призналась, что подставила Макса. Но о вашем салоне ни слова. Вы что, шутите? Вы хотите сказать, что моя жена, которая меня очень любит, будет сотрудничать с женщиной, которая меня ненавидит? Ну, почему сразу ненавидит? Ну, просто, просто не перевариваю. В нашей службе разные случаи бывали. Вот один майор признался одной, что он ее любит. А та не поверила, так он ее посадил на два года. А потом и сам сел. Короче, у меня есть доказательства и по поводу салона. Извини, Машина. Я и там камеры повесил. Макс, ты что? Ты больной? Ну, я просто заказал много камер. Думал установить их на ферме. Ну, а пока ферма не наша, решил их повесить у тебя в салоне. Ну, на всякий случай. Просто лично за тебя переживал. Так, шо ж это выходит? Видно, кто из подсобки жидкое мыло тырил. Да. Я извиняюсь. Ах ты ж, скотина ты ненасытная. Ты ж мне сказал, шо тебе Максимка сам ящик мыла подарил. Я извиняюсь, Максимка. Люди, это ведьма. Она меня завербовала. Стоять на месте и не двигаться. Прячь свою пукалку. Меня Вася Носивуха не убила. А это точно не убьет. Оля. Вася. В моем себе решаю я, кого взяли, а кого только потрогали. Это уже не ваше юрисп... Юрисп... Неважно. Так, вы, киевские. Рапорты мне на стол, я сказал. Эй, лейтенант, ты сдурел? Пукалку спрячь, а? У тебя же могут и удостоверение отобрать. Да, пожалуйста. Я уже два года его не могу найти. Копали картошку, шел за плугом, выпало. А вот ваше удостоверение могут забрать, ведь это ж выстреляли. У меня полно свидетелей. Ты забрал у меня пистолет и выстрелил. Так и было. Видишь? Какой я псих. Я с него уходил! Толя! Толя! Толя, вот все знают, что у тебя холостые, ну дай сюда. Я сегодня за один день лет двадцать прожил. Ну тебя. Вася! Так, Вася. Это оружие. Вася! Сынок, держи меня. Бать, пойдем. Не понял. Не понял. Я не виновата. Это все эти дурачки. А теперь понял. Вы у меня все будете уволены! 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 Аплодисменты! Ой! Девочки! Мама! Я все избравлю! Иди сюда, ты, заряжка! Убьет! Бегите, я его знаю! Все уже, да? Володенька, теперь уже точно все. Ты, ты, ты! Я не знаю!